Поздравляем с вами замечательную историю, которая написана в Евангелии от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Иисус рассказывает притчу. И когда Господь рассказывает какую-то притчу, Он обязательно вкладывает в нее такой глубокий смысл. Не просто, чтобы как-то нас повеселить, рассмешить или рассказать нам о том, как нужно сеять пшеницу, что нужно делать, что нет. Он всегда закладывал в свои притчи глубокий смысл. И вот одна из притч, которую Он рассказывал народу. Не все притчи люди понимали, не всегда они это понимали. Но бывали такие моменты, когда Христос тайно наедине, оставаясь наедине со Своими учениками, Он изъяснял им значение притчи. И я верю, что когда мы читаем Евангелие, мы должны читать Евангелие молитвенно. Мы должны читать Евангелие и мы должны искать Божьего лица, чтобы Иисус мог давать нам откровение или истолковывать Духом Святым Писание. Аминь, друзья. Мы привыкли к чему? Вот мы прочитали, мне непонятно, пастор истолкуй. Или мне вот, я прочитал, мне непонятно, нужно найти какого-то человека, интересного, знающего, богослова, вот и пусть он мне истолкует. Но на самом деле, внутри нас есть Святой Дух. Библия говорит, что Он наставит нас на всякую истину, Он направит нас. И если мы читаем Евангелие и нам что-то непонятно, мы спрашиваем, мы молимся, мы спрашиваем об этом Христа. Его Дух обязательно откроет нам Священное Писание. И таким образом Он никогда не уведет нас в какое-то заблуждение или в какую-то ложь. Аминь, друзья. Поэтому мы читаем Священное Писание, как уже сегодня говорилось, и ищем Господа. Если нам что-то непонятно, мы рассуждаем, мы молимся, и Дух Святой обязательно нам откроет. Это благословит Господь. Итак, мы будем читать с 24 стиха. Другую притчу предложил Он им, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы и домовладыки сказали ему, Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли, мы пойдем выберем их. Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время сжатвы я скажу женицам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Пшеница и плевелы растут вместе в перемешку. Сегодня мы разговаривали с Максимом, наш брат. И он сам с Муромцевского района. И он рассказывал, что в ранней молодости своей он работал на комбайне. Вот мы с ним сегодня утром говорили. И он говорит, когда ты смотришь на поле созревшей пшеницы, то кажется, на поле одна пшеница. Но когда ты заходишь в само поле, ты видишь, что помимо пшеницы очень много разных сорняков, ненужных сорняков. Мы читаем в этой истории, Иисус рассказывает, что один человек посеял на поле своем доброе семя. Доброе семя. И, конечно же, он ожидал, что это семя, доброе семя, упавшее в почву, оно прорастет и принесет плод. Хороший, добрый плод. Но ночью, когда люди спали, пришел враг. И он посеял сорняк. В то место, куда сеялась пшеница, враг посеял плевелы, сорняк. И ушел. И никто особо даже вначале не обратил на это внимания. Но когда взошло это семя, проросло, то люди, которые работали на поле, они увидели, что помимо пшеницы, есть еще и плевелы. И они задавали вопросы, как так? Они задавали своему господину, хозяину поля. Они говорили, как так? Ведь ты же сеял доброе. Почему среди этой пшеницы есть сорняк, есть то, что вредит урожаю, есть то, что приносит плохой плод? И он рассказывает, он объясняет господину, он говорит, враг пришел. Вы знаете, история эта, она повествует, она говорит нам о церкви. Церковь – это Божье поле. Это место Царства Божия. Здесь происходит рождение свыше. Здесь люди принимают Христа. Здесь люди возрастают духовно. Но оказывается, Библия говорит, что в церкви, в среде верующих, в среде пшеницы могут быть и люди, которые не являются таковыми по сути, по своей. То есть, смотрите, пшеница и плевела растет вместе в перемешку. Пшеница вместе с сорняками в перемешку. Вот мы здесь все, вот так в собрании, знаете, но мы же не сели так рядами, да, так дети, а мы просто сели, где мы обычно сидим. И как бы так перемешались. Мужчины, женщины по возрасту, по определенному. И что у пшеницы, и что у сорняка есть, как, колос. И знаете, что и у пшеницы, и что у сорняка есть семя, есть зерно. Да, но только у пшеницы, из зерна пшеницы можно приготовить добротный, хороший хлеб. А из сорняка, из зерна сорняка, из зерна плевелы вы не сможете приготовить хороший хлеб, но, напротив, вы можете отравить людей, если сделаете из него хлеб. И на начальном этапе не видно, кажется, кажется, что это пшеница. Но на самом деле все выглядит иначе. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Нужно, чтобы его показали на экране. Второе Коринфянам, 13 глава. Посмотрите, что написано здесь. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Вот о чем говорил апостол Павел. Испытывайте себя. Исследуйте самих себя. Сегодня я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Растут ли в вас качества Иисуса? Или это всего лишь попытка самоутверждения, самовыражения, попытка явить самоправедность? Растет ли во мне Иисус? Являюсь ли я добрым семенем? Или является ли мое сердце той доброй почвой, в которую Христос сеет свое доброе семя? И если во мне не растут качества Иисуса, если я с каждым днем не становлюсь все больше и больше похожим на Христа, то мне стоит задуматься, вообще являюсь ли я тем, кем я являюсь? Являюсь ли я христианином в том смысле, о котором Библия говорит? Вот у нас на парковке, наверное, вы обратили внимание, есть один автомобиль. Он уже месяц стоит. Кто знает про этот автомобиль? Месяц он стоит. Даже больше. Он стоит таким грузом. Хороший, неплохой автомобиль. Иномарка. Все есть. Двигатель, колеса есть. Хозяин есть тоже. Какая польза от этого автомобиля? Никакой пользы. Ну, на парковке стоит автомобиль. Ну, какая польза? Никакой. Знаете, когда выпал снег, я увидел, этот автомобиль уже является проблемой для нас. Почему? Потому что он мешает чистить снег. Он стал таким большим снежным комом посреди парковки. И я нашел этого брата. Не знаю, здесь он сегодня или нет. Я говорю, брат, это твой автомобиль? Да. Мой. Я говорю, что случилось? Ну, вот он сломался у меня. Я сейчас жду такое время, возможность, чтобы его сделать. Я говорю, хорошо, но ты знаешь, что он уже приносит проблему на парковке? Проблему для церкви. Да? Что делать? И кто-то мне сказал, знаешь, нужно избавиться от этого автомобиля, его увезти куда-нибудь его. Нет, нет. Это твой автомобиль? Да. Тогда тебе нужно убирать снег вокруг этого автомобиля. С автомобиля и вокруг. Потому что он мешает на парковке наводить порядок. Почему я вам это рассказываю? Потому что плевелы, находясь в церкви, они создают проблему. Они не приносят доброго плода. Они не преображаются в образ Иисуса Христа с каждым днем. Они не заботятся об этом. Такая песня у нас есть. Каким ты был, таким ты и остался. И это в внутреннем состоянии. Братья мои и сестры, если в вашем сердце прорастает или цветет гордость, зависть, гнев, раздражение, нетерпение, злословие, не думайте, что Христос в вас. Если это прорастает в вас, усиливается, не уничтожаетесь. Потому что если Христос живет в вас и вы пребываете в нем, тогда Христос будет работать над вами. Он будет бороться с тьмой, которая внутри вас, внутри вашего сердца. И Христос будет побеждать это зло. И если вы во Христе, а Христос в вас, это неминуемо, вы будете преображаться в образ Иисуса. Вы будете становиться похожими на Христа. Вы знаете, я смотрю в нашей церкви на некоторых женщин, и я смотрю на них и думаю, господи, какие они красивые становятся. Не в том, что они становятся моложе, не в том, что у них такие реснички стали сейчас модные, ногти там или хорошо одеваются, не в этом. Они становятся святыми женщинами. И я смотрю, думаю, господи, она пришла, такая была грубая, такая была раздражительная, а сейчас ее невозможно чем-то раздражить. Она такая в смирении. Я думаю, Боже, у нее надо учиться. Что здесь происходит? Христос живет в ней. Стала ли она сразу совершенной? Нет. Никто из нас, придя ко Христу, не становится совершенным. Мы все в процессе, мы все достигаем Христа и стараемся достичь Его так, как Он нас достиг. Но что делает дьявол? Он обманывает в церкви верующих людей. Он сеет сорняки. Он обманывает как? Когда никто не видит. Никто не видит этого. Все люди спят, никто не видит. Но Он сеет что-то. Сеет. Он сеет определенные мысли, Он сеет определенную ложь. Мы подхватываем эту ложь, мы начинаем соглашаться с ней, мы не испытываем то, что мы услышали или то, что мы заметили, не испытываем через призму Божьего Слова. Мы принимаем это и тем самым мы убиваем Христа внутри нас. Мы позволяем этим сорнякам расти. Вы знаете, вот в этой притче там так ясно показано, что хлеборобы, да, или вот эти люди, которые следили за полем, в какой-то момент они не видели, где сорняк, а где пшеница. Но потом вдруг у них как бы глаза открылись, и они смотрят и говорят, как такое может быть? Мы же видим, вот пшеница, а вот сорняк. То есть появился стебель, появился колос, и они увидели, они говорили, да, как это так? Мы думали, что здесь все пшеницы, а здесь очень много сорняка. Вы наверное встречали такое в церкви, когда вдруг ты смотришь человек святой, живет праведной жизнью, а потом раз ты смотришь, а оказывается он не был святым, он не имел праведной жизни, и ты говоришь, как такое может быть? Как такое вообще может быть? Он же служитель, он же служил Богу, он же такие проповеди говорил, как такое может быть? И в какой-то момент все обнаруживается, да, братья и сестры, обнаруживается, по мере определенного роста, по мере времени, которое проходит, все станет ясно, невозможно ничего спрятать. Мы очень часто думаем, что мы одни, но на самом деле мы не одни. Я хочу вас заверить, мы никогда не остаемся одни, никогда. Если с нами нет людей, то с нами всегда есть ангелы. Кто такие ангелы? Это личности, невидимые для нашего физического глаза, но это духовные личности, которых Бог посылает нам на служение, и они всегда видят. Иногда я так думаю, думаю, ну, сколько раз, наверное, ангелы так, за голову так, ой, что он делает, ой, куда он пошел вообще, зачем, зачем он это делает. И мне хотелось бы посмотреть на моих ангелов, которые ходят со мной день и ночь, и я верю, что я увижу их однажды. Но сегодня я хочу сказать, вы знаете, друзья мои, приходит такое время, когда вдруг эти хлеборобы, эти труженики, которые смотрят, следят за этим полем пшеничным, они обнаруживают плевелы. И так и у нас тоже бывает, мы раз, мы вдруг видим, и внутри нас появляется такое желание избавиться от них. Нужно от них избавиться. Они вредят в сорняк. Вы знаете, это вредоносное растение. В чем его вред? Он забирает все питательные вещества. Забирает, вытаскивает. Плюс есть такие сорняки, которые в корне под землей, они корнями обвивают корни хорошей пшеницы. Поэтому господин сказал, не выдергивайте, потому что если вы будете выдергивать сорняк, и если этот сорняк вплелся в корни пшеницы, вы выдернете и пшеницу. Дайте время, время дайте. Придет время. Бог видит в своей церкви кто пшеница, а кто плевел. Он видит, и он знает. И когда придет время, то Бог отделит. Мы так очень часто думаем, когда Христос придет за своей церковью, он как будто нас всех взял и на небо забрал. Нет. Послушайте. Нет. Посмотрите, здесь написано. Он отделит. Он не будет забирать всех таким как оптом. он заберет только ту пшеницу, которая была посеяна от его семени. Он заберет только то, что несет его семя, зерно. Сорняки нет. Поэтому сегодня я должен задать себе вопрос, а не сорняк ли я в доме Божьем, в церкви Божьей? Кто я? Прорастает ли во мне Иисус? Цветет ли во мне Иисус со дня на день? Обновляется ли он? Или все-таки в моем сердце цветет зависть, гнев, злость? Я становлюсь внутренне хуже, чем был даже раньше, не зная Бога? Проявляется ли во мне любовь, святость, чистота, уважение, прощение? Дьявол делает свое плохое дело, он сеет. Послушайте, Матфея 15, 13, 15 глава, 13 стих, Христос очень четко и ясно обозначил, Он сказал, всякое растение, которое не Отец Мой насадил, что искоренится, то есть вырвется с корнем. Оказывается, есть такие растения в церкви, которые не были насаждены небесным Отцом. А кем? Дьяволом? Как такое может быть, что в церкви есть люди, которые сорняки, которые плевелы, которых насадил дьявол, конечно, есть. Почему? Потому что дьявол ведет подрывную работу, он разрушает церковь и если ему не удается церковь разрушить извне через гонения, через какие-то скорби, он пытается делать это изнутри, через ложные учения, через такое, знаете, вот эта вот фраза, меня она постоянно беспокоит, я не вижу в этом ничего плохого. А что здесь такого, а что здесь в этом плохого? Но раньше, когда ты пришел в церковь, ты видел плохое, а сейчас Милая, можно? Знаете, когда мужчина берет девушку за руку, это хорошо? Или так? Свою девушку? Нет. жену. Апостол Павел пишет, о чем я писал вам, то хорошо мужчине не касаться женщины. Но если не можешь воздерживаться, то женись, во избежание блуда, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. но я не говорю о том, что девушке подать руку, когда она выходит из машины или помочь, чтобы она нет, не об этом. Но я помню, когда мы дружили и мы ходили в кино, и я брал ее за руку, и это пригодило меня в определенный трепет. А сегодня можно видеть разные другие вещи. Сегодня нет этой ценности, она утрачена. Я говорю, но вы же не муж и жена еще. Почему вы ведете себя, как муж и жена? Но мы не видим в этом ничего плохого, мы так оказываем друг другу знаки внимания. Мы показываем, что мы любим, но вы же не муж и жена. Вы не можете так вести себя по отношению друг к другу, потому что вы разжигаете себя. Я не вижу в этом ничего плохого. Ничего нет в этом страшного. Дьявол сеет. Вы знаете, одно из страшных учений, которое мы можем сегодня наблюдать по всему миру. Это учение, о ложном покаянии, когда говорят и учат. Знаешь, если ты прочитаешь за мной молитву покаяния, ты спасешься, ты получишь прощение грехов и рождение свыше. Кто вам такое сказал? Кто вам сказал такое? Где вы это видите, что если я повторю за кем-то молитву покаяния, я опокаюсь и получу рождение свыше? Этого нет в Библии? Нет. И очень часто люди, они произносят эту молитву покаяния, но они даже не имеют никакого понятия представления о самом покаянии. чем является покаяние? Они приходят к Богу, потому что им сказали, знаешь, прочитай молитву и ты придешь к Богу и у тебя жизнь наладится и не слово о грехе и не слово о том, что они идут в ад и что основная причина, почему им нужно покаяться, потому что они идут в ад и дьявол сеет. ты смотришь в церкви люди, добрая половина это плевел, они никогда не покаялись, они никогда не имели близких отношений с Богом и проходит время, они мечутся со стороны в сторону, мечутся, они ищут покоя, они не могут найти радости, почему? Потому что они не знают Христа, почему? Потому что Христос не приходит в их жизнь так сильно и так славно, почему? Потому что они в грехах, им нужно покаяться и только потом веровать, а они даже не знают, что такое покаяние. Давайте мы посмотрим еще на один текст. Второе послание Коринфянам Коринфянам 5 глава и 17 стих. Кто во Христе тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. кто во Христе тот новое творение. И мы прочитали перед этим текст, еще нужно его раз показать, это второе Коринфянам 13 глава 5 стих. Еще раз. Испытывайте самих себя в вере ли вы, самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. То есть он дает понять, что не факт, что Иисус Христос в вас. Он ставит это под сомнение и он говорит, испытывайте себя, в вас ли Иисус Христос, в вас ли Он. И разве вы не знаете, разве только вы не то, чем должны быть. То есть Он говорит, если Христос в вас, вы будете новым творением, вы будете абсолютно другими людьми. Ваша сущность, она изменится. Что такое новое рождение? Когда человек становится новым творением, когда он впускает Христа в свое сердце. как это происходит? Это происходит при покаянии. При истинном покаянии. В один из четвергов мы говорили с вами здесь о том, что есть два вида покаяния. Есть истинное покаяние, которое ведет к жизни вечной, и есть ложное покаяние, которое ведет к смерти. Апостол Павел пишет, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Но печаль мирская, она ведет к смерти. Оба покаяния содержат в себе печаль. Разница лишь в том, что в первом я печалюсь ради Бога, что я согрешил против Бога, а второе я печалюсь, потому что я сожалею то, что я сделал. И я хочу, чтобы вы увидели разницу, потому что эта разница, она очевидна. Покаяться и сожалеть о том, что я сделал, это разные вещи. И если вы приходите в церковь и вам говорят, вам нужно покаяться, но вы принимаете покаяние ложно, вы всего лишь сожалеете, вы внутрь себя сеете плевелы. И поэтому вы не можете быть новым творением. Что происходит при покаянии, при рождении свыше? Послушайте внимательно, это не значит, что человек становится совершенным, ни в коем случае. Не значит, не значит, что он стал таким святым во всех своих поступках, но послушайте, что такое рождение свыше, что является новым творением. Это когда человек усовершенствуется в своих желаниях. Не в поступках совершенный он становится, это всего лишь процесс, но он усовершенствуется в своих желаниях. Что это значит? Это значит, если человек согрешил, рожденный свыше, новое творение, если он согрешил, и он истинно кается в своем грехе, у него больше нет желания повторить грех. Он отплевывается от него, ему плохо, он не просто сожалеет, изменяется расположение ко греху. Вот что приносит истинное покаяние. С истинным покаянием меняется наше отношение ко греху. Но если вы прочитали молитву или помолились Господи прости меня, но это покаяние не вызвало вас отвращения, а появилось желание снова сделать этот грех и тяга к нему вы не покаялись. При истинном покаянии Бог дает силу и он отвращает нас. Почему? Потому что сущность Христа, которая живет в нас, она сопротивляется. Христос Духом Святым живет в нас Святым и все греховное, что попадает через нашу плоть в наше сердце, оно отторгается внутренне, мы чувствуем этот дискомфорт постоянно. Вот кто такой рожденный свыше. Он усовершенствуется в своих желаниях, у него нет больше тяги или желания повторять грех. Изменяется расположение ко греху. Послушайте, не из-за страха. При покаянии обязательно мы должны показать человеку на то, что он сделал, показать ему, как смотрит Бог на то, что он сделал. Нужно при покаянии посмотреть на грех глазами Бога, как Бог смотрит, а для Бога это мерзко. Именно таким образом человек приносит свои покаяния. Когда покаяние истина, уходит склонность повторить грех. Нет, человек может во гневе, он может разгневаться и во гневе согрешить. Поэтому Писание говорит, гневаясь, не согрешайте. гневаясь, человек может согрешить, у него из уст может выйти какое-то гнилое, грязное слово. Но послушайте, он к этому больше не расположен. Он не стремится говорить эти слова. Вот что означает новое творение. Вот что означает. Теперь посмотрите, являетесь ли вы пшеницей или сорняком, плевелой. Знаете, такое понятие покаяние для того, чтобы снова покаяться. И такое часто можно слышать. Ну как, мы же несовершенные люди, мы все согрешаем много, ну что поделаешь, уже столько лет, мы грешили столько лет, и сейчас мы соглашаемся, но послушайте, новое творение, оно никогда так не скажет. Внутри нового творения есть что-то большее. Итак, друзья мои, одна из заблуждений, одно из плевел, которые сеет дьявол в церковь, это учение о ложном покаянии. Недостаточно просто одной молитвы. Молитва может быть частью, когда человек не знает, как молиться. Но когда мы знаем, как молиться, когда мы знаем, что нам нужно делать, и думаем, что если я просто помолюсь, попрошу у Бога прощения, Бог меня простит, и все, аллилуйя, я иду вперед, это еще не покаяние. Вы можете сожалеть о том, что произошло, или бояться, быстрее надо каяться, потому что Бог меня накажет. Еще Иоанн креститель говорил, ну кто внушил вам, люди шли топами на Иордан, чтобы принять крещение покаяния, и он говорил, он останавливал людей, он говорил, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите плоды, достойные покаяния. С обличением о грехе Бог дает силу отвергнуть грех. Это правда. Поэтому в нашей жизни многие грехи уже не имеют над нами власти. Мы не то, что сторонимся их или избегаем, они просто в нашей жизни больше не существуют, их нет, ноль, как будто ничего и не было. Ведь правда, братья и сестры, но каким-то вещам мы даем место, что-то нам нравится, что-то мы желаем. когда человек рождается свыше, но тоже нужно понимать, что есть рождение свыше, есть зачатие, и зачатие еще не является рождением свыше. Мы можем услышать проповедь, обличающую проповедь, можем сказать, да, действительно, это про меня, это у меня есть такой грех. Я даже могу посмотреть на свой грех глазами Бога, но и при всем при этом не покаяться, лелеять, желать этого греха. Но именно с обличением приходит сила к покаянию, а с покаянием приходит вера. Покаяние это решение, это не просто молитва, Господи, прости меня, Отче наш сущий на небесах. Покаяние это решение, я принимаю решение, я начинаю смотреть на этот грех глазами Бога, я принимаю решение оставить, Боже, дай мне сил, и Бог дает силы, новое творение, имеет особенную сущность, тягу к святости, и если что-то попадает инородное в его сердце, это доставляет ему дискомфорт, он переживает неудобства, он теряет мир, он теряет радость, вы понимаете о чем я говорю? Когда я согрешаю, я теряю покой, я теряю радость, я теряю мир, я мучаюсь, и что мне нужно? Мне нужно исправить ситуацию, я иду, я иду к Богу, я говорю, Господь, помоги мне, я нуждаюсь в тебе. Помните эту замечательную историю, история про Закхея, человек был богатый, такой, знаете, но богатый неправедным богатством, он набирал свой народ, грабил, брал пошлину в два раза больше, а то и в три, обманывал людей, имел определенную власть, полномочия, достаточно был богатый, у него был единственный недостаток, он был маленького роста, представьте, такой жадный карапузик, такой в дорогом халате, с перстнями на руке, но он тоже человек, не правда ли? И он тоже нуждается в Иисусе, Библия говорит, он хотел, очень сильно хотел видеть Иисуса, очень сильно, друзья мои, вот очень сильно хочу видеть Иисуса, происходит ли это с нами? Если я истинная пшеница, я очень сильно хочу видеть Иисуса, я хочу переживать его, его благодать, его силу, я хочу, чтобы Иисус был, был, и я буду делать все возможное, потому что я хочу видеть Иисуса, и он очень хотел видеть Иисуса, он был грешный, не настолько совершенный, возможно, люди показывали на него пальцем, смотри, вон идет этот Закхей, никчемный человек, а он хотел видеть Иисуса, он узнал, что Иисус в городе, он пошел, но он не мог, люди не давали ему прохода, знаете, так по своей злости очень часто мы не даем какой-то обиде, зависти, мы не даем некоторым людям прохода, но этот человек, он так сильно хотел видеть Иисуса, он забежал вперед в лес на дерево, и он смотрел, и знаете, он не ожидал, что будет дальше в его жизни, и если ты сильно ищешь Иисуса в своем состоянии, ты даже не можешь себе представить, что может произойти с тобой, и вдруг вся эта процессия, она останавливается у этого дерева, Христос подходит к дереву, говорит, Закей, привет, здорово, что ты здесь, но я искал тебя, и сегодня я хочу быть у тебя дома, что может быть прекрасней, когда у Иисуса есть желание быть в наших домах, быть в нашем сердце, и это есть желание неподдельное, и дальше в доме пир, дом наполнился людьми, дом наполнился радостью, я могу представить, какие угощения он доставал из своих этих кладовых, они радовались, они кушали там, дом наполнился какой-то жизнью, возможно, в доме Закеи никогда не было столько людей, никогда не было столько радости, знаете, ты одинокий, ты один, если кто-то и кружит возле тебя, так это только те, которые бы хотели что-то получить, они улыбаются, потому что они хотят у тебя что-то от тебя взять, но здесь все так просто, он у меня дома, я даже представить себе не мог, я просто хотел на него посмотреть, просто взглянуть, кто он, я много слышал, но я не ожидал, что он будет у меня дома, кто я такой, мир запакостный такой человечек, а он посетил меня, и знаете, дальше что происходит, никакого призыва к покаянию, никакой молитвы отче наш, просто Закеи встает и говорит, ребята, все, отныне я живу другой жизнью, и он рассказывает и говорит, кого обидел, я воздам вчетверо, а половину того, что у меня останется, я поделюсь с бедными и с нищими, что это? Это покаяние, вор, укравший деньги и покаявшийся, в кавычках, если оставил эти деньги у себя в кармане, не остается вором, он остается вором, и Христос встает на том собрании и говорит всем присутствующим, он говорит, ныне пришло спасение этому дому, ныне пришло спасение, мы не знаем историю Закхея, как его жизнь сложилась дальше, возможно, он не стал великим там каким-то бизнесменом, возможно, он оставил свою работу, или, может быть, так был честен на этой работе, что его уволили, такое тоже бывает, слава Иисусу, но он нашел спасение, Бог призвал нас не для этой жизни, братья и сестры, Бог призвал нас для вечности, Он нас для неба избрал, наша настоящая жизнь это на небесах, здесь мы готовимся, здесь мы растем, на этом поле, Бог однажды призрел на тебя, друг, и вот это вот семя, оно вошло, Божье семя, оно вошло, и возможно, следом пришел враг, и он свое семя сеял, зачем тебе это нужно, ты можешь и без этого, слышали, наверное, зачем тебе служить Богу, ты тоже как бы на работе служишь, что за выдумки вы придумываете, на работе вы работаете, вы работаете честно, как христианин, это ваш образ жизни, служение Богу это совсем другое, это когда ты отделяешь время, ты посвящаешь время, силы, средства, чтобы делать что-то для Бога, не ради себя, не ради самовыражения, не ради самоправедности, ради Господа, а дьявол сеет нам разные сомнения, подрывает нашу веру, но, друзья мои, братья и сестры, нам нужно, чтобы Христос внутри нас рос, его образ должен расти, появляться в нас, люди, глядя на нас, должны видеть в нас Иисуса, аминь, и может быть, это не сразу, но это нужно, это важно, ночью пришел Никодим, человек знал Бога, он был очень образованным, и он что-то там рассказывал Иисусу, какие-то вот, такое, знаете, льстивый лепет такой, мы знаем, что ты от Бога, мы знаем, а он ему говорит, подожди, успокойся, ты знаешь, что тебе нужно родиться свыше, это самое важное в твоей жизни, родиться свыше, тебе нужно стать новым творением, но мы знаем, что ты пришел от Бога, ну да, все знают сегодня, что Иисус Христос Сын Божий, все, кого не спроси, все знают, что Иисус Христос Сын Божий, а Христос останавливает и говорит, знаешь, тебе нужно родиться свыше, и этот законоучитель, человек, наизусть, знающий пятикнижья Моисея, задает вопрос, он говорит, как это так, неужели мне нужно снова войти в утробу матери своей, и потом опять родиться, и Христос говорит, ну ты учитель Израилев, и ты не понимаешь таких простых вещей, рожденное от плоти, есть плоть, рожденное от духа, есть дух, если ты не родишься от воды и духа, ты не сможешь увидеть Царство Божие, послушайте, старое творение не попадет на небо, плевелы не попадут в рай, только новое творение, Христос придет за новым творением, Он придет за рожденными свыше, Он придет за тем растением, которое произросло и вырастило от Божьего семени, аллилуйя. Я слышал, как один человек, но он не был совсем фермер, но он рассказывал такую вещь, он говорит, когда заходишь на поле, есть такая особенность, зерно и пшеница, которая имеет полный колос, когда она созрела, оно такое, оно наклоненное, потому что вес зерен наклоняет сам колос и даже стебель сам вот этот, он наклоняется, а пустышки, они стоят вот так вот, знаете, ветром то туда, то сюда, то туда, то сюда. Братья, мои сестры, смотрите сегодня в свое сердце, а не пустышка ли я? Меняюсь ли я? Меняется ли моя жизнь? Становлюсь ли я похожим на Иисуса с каждым днем, с каждым месяцем? что происходит со мной, когда я согрешаю? Иисуса